здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева благодаря всех кто помог мне собрать на камеру она еще не пришла на в пути но у меня был старый фотоаппарат panasonic у меня выручал и вот вчера пошла и прокладывать новый маршрут много чего наснимала до самой красной кнопки зарядки а сегодня мой бобик сдох да ему было шесть лет фотик сказал все кирдык ему хорошо что смогла перегнать с карты памяти то что она снимала совершенно случайно мне просто помогли ну вот надеюсь на новые камеры потому что пока пока нет камеры я осталась в общем-то без съемочного аппарата так сказать потому что телефон у меня старый тоже полетел на новом телефоне который я приобрела там к сожалению съемка очень плохая идет она хуже чем на старом но вот почему-то так получилось хотелось мне снять воспитательный дом кстати гуляла я как раз вот 28 июня когда был шторм и грозы и залила москву но я не попала мне повезло я присидела в одном кафе без всяких qr-кодов правда когда я там находилась уже через некоторое время они не пускали людей без qr-кодов и получилось что я сидела там одна вот ну как то вот не скажу что за кафе не буду им не буду их подставлять не знаю просто просто вот пустили и разрешили и далее в общем то чаю чаю попить так что везде все равно срабатывает человеческий фактор я думаю нам всем надо просто пережить вот это дурное время этих сумасшедших правителей которые мы не выбирали это оккупационные правители мы должны понимать да что у нас оккупация и сейчас эта фашистская активизировалась фашистские фашистский оскал у них появился настоящий то есть они уже снимают маски они уже выглядят так как они кем они в общем то есть на самом деле но нам просто надо пережить постоять в сторонке когда вот это все пролетит чтобы не забрызгаться а я пока продолжаюсь мне вот хотелось снять воспитательный дом с раушской набережной однако подойдя к парапету подойти к парапету нельзя потому что кругом идет стройка у нас перекладывают плитку кладут плитку кому кому модная болезнь а кому мать родная кто-то без конца перекладывают плитку я даже не знаю кто я даже вот я боюсь даже подумать догадаться ну иногда мне конечно догадки приходят я вот могу представить ну думаю ну нет ну не может же быть так ну ну не 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 этого не может быть но короче кто-то постоянно перекладывает плитку приятно меня удивили музыканты на васильевском спуске играли классику очень хорошо уходить не хотелось хотя после сегодняшнего вчерашнего катаклизма в москве на съемку я вышла вчера вечер был вполне приятно у кремля у кремлевских стен у москве на съемку я не знаю а а а а а и а и а и а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выглядит качественно Информацию о реставрации в советское Или оккупационное нынешнее время Я не нашла Неужели с конца 18 века так сохранилось Но я уже не верю Что этот канал могла построить Екатерина Вал информации Которую я собираю О времени правления этой гауляйтерши Говорит, что не строила Осносила, уничтожала Бомбила Сколько же лет этим Столбам в ограждении решетки Пока я не могу дать ответ Вопрос у меня остался Но точно такие столбы есть в Выборге Я там снимала фильм В 2017 году У меня два фильма на канале Есть по Выборгу Выборг, Допотопный, Звездный И там есть у меня открытия По Петроглифам О которых больше нет информации нигде Кроме моего фильма Действительно я сама посмотрела Напоминает эта решетка Решетка обводного канала И похожи эти столбы Но в Москве они покрасивее Что ли, скажем так, поаккуратнее Я там вот в 2017 году Я вижу, что это литье Потому что там следы от арматурной сетки Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот и все ДимаTorzok 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 Годунов, насколько я помню, «Славься, русский царь». Сегодня текст выдают, что просто «Славься, русский народ». Но это не так. На самом деле это монархический гимн такой, который был в царской России. И, в общем-то, нам сейчас на Красной площади вместе с соседством с мавзолеем Ленина вот такой искусственный интеллект нам теперь играет куранты «Славься, русский царь! Славься, государь!» А кто не верит, я нашла сайт, сейчас мы его посмотрим. Я нашла в Ютубе ролик, канал, и сейчас мы его посмотрим. Это канал православной кинолектории. Здесь поется голосом, но поскольку это авторское право, я не буду вам включать, вы сами можете послушать, но здесь текст написан. Первоначальный вариант песни был монархическим. «Славься, славься, наш русский царь! Господом данный нам царь-государь, да будет бессмертен твой царский род, да им благоденствует русский народ. Славься, славься, ты Русь моя, славься, ты русская наша земля, да будет во веки веков сильна любимая наша родная страна. Славься, славься, из рода в род, славься, великий наш русский народ, врагов, посигнувших на край родной, рази беспощадной, могучей рукой. Славься, славься, родная Москва, родины нашей страны голова, живи, возвышайся на радость нам, на счастье народов, на гибель врагам. Слава, слава, героям, бойцам, родины нашей отважным сынам, кто кровь за отчизну свою прольет, того никогда не забудет народ. Слава, слава, греми, Москва, празднуй торжественный день государя, ликуй, веселись, твой царь грядет, царя-государя встречает народ. Слава, слава нашему царю, слава, слава земли родной, слава героям Руси святой, ура, ура, ура. Вот таким образом нам на Красной площади навязывают монархический гимн. Незаметно, из-под волью, но все ходят, никто не замечает. Вот как вот притянуло в этот момент, именно забили куранты, было 9 часов, когда я там оказалась, и вот я вот это услышала. Причем спета была, вернее, не спета, сыгранная искусственным интеллектом, поскольку это уже все компьютерное, было сыграно довольно фальшивенько. Но вот что имеем. То есть нам еще, помимо вот этой модной болезни, нам еще и проталкивают, все равно проталкивают, навязывают на клетках, на подсознании, навязывают нам монархический строй. То есть нас хотят загнать в монархию, тех, кто останется после вот этих экспериментов медицинских. Вот что происходит. Но самое главное – это знание, потому что сколько веревочки не висит, конец будет. Никаких монархий я запрещаю, никаких нет, 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 ребятки, никаких монархий нет, вы сюда больше не придете. Все, вы все свое сказали, вы показали. Никаких царей, никаких государей, только народоправие, только социализм, только Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик, где народ – это главная власть, народ, многонациональный русский народ. Только так. Слово твердо. Так и будет. А пока мы в оккупации, но наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Просто крепче нервы. Еще один урок мы проходим в этой истории. Итак, с вами была Галина Конышева. Надеюсь, вам было познавательно. Это фильм такой межисследовательский. Да, и приглашаю вас на прогулки в подопотопной Москве. Это 10 и 17 июня. Записывайтесь, потому что места ограничены, а информации многоэксклюзивные, которые даже нет в фильмах, потому что нельзя. Нельзя многое говорить здесь, на YouTube. А на экскурсиях можно. Всего вам доброго. С вами была Галина Конышева. До свидания.